До Нового Года осталось совсем чуть-чуть, и уже все кругом говорит о приближении волшебного праздника. Улицы города украшены, а елки наряжены. Люди спешат домой к своим родным и близким. Но что делать, если Новый Год уже у порога, а у вас нет новогоднего настроения? Как его вернуть? Об этом мы спросили у саровчан. У вас есть новогоднее настроение? Так. Ну, пока что нет, потому что у меня сессия, к сожалению, и она портит все мое новогоднее настроение. Есть оно новогоднее настроение, потому что от следующего года мы ждем гораздо лучшего, нежели этот год. И этот пусть уходит, потому что в этом году у меня много было неприятностей. Не здоровится? Нет. Нет, пока нет. У нас новогоднее настроение? Наверное, есть все-таки. Наверное, скорее всего, все-таки есть. Ну, хотелось бы, наверное, чтобы этот год завершился, наверное. У всех, наверное, жителей нашей страны, всего мира закончился коронавирус. И все-таки 2021 год мы встретили немножко по-другому. И да, и нет. А вот небольшой совет. Как вернуть новогоднее настроение, если оно пропало? Что делать? Елку нарядить. В гости сходить. Ну, сейчас с этим не очень-то пойдешь, но так даже не знаю. К сожалению, не у всех саровчан есть новогоднее настроение. Но это можно исправить. И за помощью мы обратимся к доброму волшебнику Дедушке Морозу. Дедушка Мороз, а исполни, пожалуйста, мое заветное желание. Конечно же, исполни. Подходи. Бери за посох. Одной рукой или двумя? Двумя лучше. Двумя, так, все. Закрывай глаза. Давай. И про себя самое заветное желание. Как будешь готовым, мне скажи. Готово. А теперь повторяй за мной слова. И будем встречать в это время посохом. Посох волшебный, ты нам помоги. Заветное желание исполни ты. Обязательно исполнится. Видишь, даже посох загорелся. Спасибо, Дедушка. Дедушка Мороз вернул волшебство в Саров. И теперь горожане точно готовы к встрече Нового года.